Виталий Тарас Все новые автомобили «Спарта» оснащены уникальным боевым модулем. Кроме крупнокалиберного пулемета, здесь установлены еще две радиоуправляемые ракеты. Они способны поражать военную технику соперника на расстоянии до 5 километров. Система называется «Сармат». Способна поражать не только живую силу противника, но также тяжелую бронетехнику и вертолеты. Нет аналогов. Это абсолютно новая техника. Это семейство «Стугна». Это производство наше украинское. И сейчас это поставлены на поток новые типы ракет, которые будут очень уместны сейчас. Это вновь произведенное новое вооружение, которое буквально было отработано в последние месяцы. На полигоне журналистам демонстрируют стрельбу в движении и с выбранной позиции. Машина до боя готова. Провода вовремя. Маленькая красная точка на экране – это доказательство того, что пули попали в цель. Ты сидишь в безопасности. Наверх тебе не надо вылазить. Здесь модульная установка, которой управляешь. Легко наводится. И одним движением пальчика производится выстрел. Также там есть тепловизор, который очень нужен в наших условиях. Ракетами сегодня не стреляют. Да и систему управления пока не демонстрируют. Говорят, не для посторонних глаз. Но на словах просят поверить. Оператор с точностью до нескольких десятков сантиметров может поразить технику противника. В зону боевых действий отправляются не только «Спартаны». Завтра утром уедут грузовики для перевозки солдат, передвижной командный пункт, скорая помощь, эвакуатор для подбитой техники и три новеньких БТРа. Всего в полк национальной гвардии «Азов» из Новых Петровцев завтра отправят 19 единиц техники. Субтитры создавал DimaTorzok